Для людей старшего возраста, любителей занятия программы «Активное долголетие» хорошая новость. В Раменском в рамках данного проекта возобновились тренировки. По постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, во всех муниципалитетах возможны занятия на свежем воздухе. Кроме того, с улучшением эпидемиологической обстановки, распространения коронавирусной инфекции, возможно активности и в помещениях. Поэтому мы начинаем занятия. Вот сегодня вы видите, конечно, все соскучились, участники нашего проекта. Все очень соскучились. Сегодня была такая прям встреча, очень на позитиве. Все вот увидели, сколько человек пришли на занятия. Но есть такой момент, о котором я должна обязательно сказать. В помещениях возможно занятие только для тех граждан, у которых будет на руках справка или о прохождении вакцинации, или о количестве антител. Сегодня у нас здесь проходят два занятия. Это занятия по скандинавской ходьбе и занятия по физкультуре. Два преподавателя ведут занятия. В каждой группе в одной 12, в другой 15. То есть примерно 27 человек сегодня присутствует. Но это не предел. На улице мы можем до 20 человек в группе принимать. Поэтому надеемся, что народ сейчас раскачается и придет к нам для продолжения занятий по проекту активного долголетия. Активное долголетие в Подмосковье – это система бесплатных занятий для поддержания здорового образа жизни среди пожилых людей. В эту программу входит 10 видов занятий. Участвовать в проекте может любой желающий – женщина от 55 лет и мужчина от 60. Необходимо лишь выполнить ряд условий. Главное из них – место жительства Московской области. Заявление можно подать и Управлению соцзащиты, и в Центр, Раменский комплексный центр. Занятия возобновились на базе нашего Центра социального обслуживания населения и реабилитации Раменский, который находится на улице Десантной. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда готовы проконсультировать и рассказать об этом проекте. В Центре социального обслуживания и реабилитации Раменский занятия для людей преклонного возраста продолжаются и в онлайн-формате. Это физкультура, творчество и психологическая разгрузка. Мы оставили занятия по Зуму, потому что это пользовалось спросом в период пандемии. Много людей приняло участие в этих занятиях, поэтому мы пока эти занятия оставили. Самая популярная среди активностей – скандинавская ходьба. Во время занятий этим видом спорта задействованы почти все группы мышц. Результат, по словам участников, восхитительный. Однако, чтобы его получить, необходимы регулярные занятия. Скандинавская ходьба доступна всем, поэтому и взрослые, и помоложе люди все собираются, им хочется пообщаться. Они, во-первых, единомышленники. Обычно где вы ходите? Мы ходим в городском парке, ходим в понедельник, четверг и субботу, и здесь ходим по вторникам в этой части, в залинейной части. Ну и потом у нас, я думаю, что скандинавская ходьба, она дает им настроение. Видите, какой у них настрой хороший? Потом физическая форма у них хорошая. Они активно дышат свежим воздухом, он насыщает кислородом свои легкие. У них увеличивается кровообращение немножечко. И сгонять вес можно, пожалуйста. На каждый месяц составляется календарь занятий по программе «Активное долголетие». График занятий можно посмотреть в приложении «Социальные услуги». Там есть приложение «Активное долголетие». Вы открываете, выбираете то направление, которое вам интересно. Оно, ну, город, направление, центр, который предоставляет эту услугу. И вам открывается календарь, где стоит время занятий, где проходит эти телефон контактные специалисты, которые проводят эти занятия. На январь календарь этот был сформирован. В ближайшее время мы на февраль его уже сформируем. Там, кстати, будут и занятия в муниципальных учреждениях. Активное долголетие меняет жизнь пенсионеров к лучшему. Поэтому с каждым разом участников проекта становится больше. Приглашаем всех на занятия. У нас хороший настрой, дышать полной грудью. И тогда никакая пандемия вам не будет страшна. Здоровья всем, здоровья и здоровья. Антон Карташов, Алена Иванова, Егор Кабанов для программы Городские вести.